Космические корабли, бескрайний космос, красивые девушки и оружие будущего. Все это ждет тебя в игре Star Conflict. Создай самый мощный корабль и сражайся за власть в галактике с тысячами игроков. Огромный выбор космических кораблей, бешеные баталии и тонна сюжетных заданий. И именно сейчас ты получишь подарок при регистрации и будешь нагибать врагов сразу же после входа в игру. Ссылочку я оставлю под видео. Здравствуйте мои дорогие любители всего скрытого в играх. Сегодняшний выпуск я впервые решил посвятить поиску пасхалок в файтинге, а именно в девятой по счету игре в основной серии под названием Mortal Kombat, которая была разработана компанией Natural Realms Studios и издана Warner Brothers Interactive Entertainment. Вышла она в апреле 2011 года. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее и давайте вместе посмотрим что же мне интересного удалось отыскать в этой игре. И так начнем. И сначала поговорим о дополнительных персонажах, которые появляются в скачиваемом контенте. И одним из них является Кенши, слепой воин, который впервые был представлен в игре Mortal Kombat Deadly Alliance. Но здесь появляется только в качестве персонажа DLC. Что еще интересно, то его можно заметить на одной из арен, дерущемся на заднем плане. Следующим персонажем является Рейн, фиолетовый ниндзя, управляющий дождем. Здесь же присутствует и девушка ниндзя в красной одежде по имени Скарлетт. Очень интересный персонаж, так как из всей серии она тут появилась впервые. А также Скарлетт, как и Ермак основана на слухе, ходившем во времена Mortal Kombat 2. Согласно этому слуху, Китана иногда перекрашивалась в красный цвет, и ее имя менялось на Скарлетт. Слух, разумеется, был не подтвержден, но боец все же обрел свой истинный облик. Ну и последним загружаемым персонажем в этой игре является знаменитый маньяк из культовой серии фильмов ужасов, Кошмар на улице Вязов, по имени Фредди Крюгер. А попал он сюда, как утверждают разработчики, с целью вернуть земные души, которые начал похищать император Шао Кан. Кстати, в версиях для PlayStation 3 и PS Vita, есть еще один очень интересный герой из серии игр God of War, а именно Великий Кратос. В этом замечательном файтинге, также присутствует парочка интереснейших камео, одно из них это генерал армии Шао Кана Матара, и в этой игре к сожалению поиграть за него невозможно, а видим мы его только в роликах между боями, и в итоге он погибает от рук самого Рейдена. И второе камео, это Шиннак, падший старший бог, который появляется в эпилоге, где обсуждает с Куан Чи произошедшие события, приведшие к гибели Шао Кана. Продолжаем, так как компания издавшая эту игру, а именно Warner Brothers, тесно сотрудничает с DC, то эту игру не обошел стороной и небольшой секретик, если играя Шэн Цунгом в конце боя использовать на противнике Fatality, наш колдун превратится в клоуна, но уж очень сильно напоминающего одного из главных злодеев вселенной DC, самого Джокера, даже повадки у него очень похожие. Много отсылок можно заметить и на плакатах, развешанных на различных картах, там встречаются и плакаты с изображениями компании Netherrealm Studios, компании разработчика данной видеоигры, а также есть плакаты с изображением компании издателя Warner Brothers. В городе и метро висят таблички указателей улиц, на которых проходят сражения, это Бун Стрит и Бульвар Беран, отсылающие нас к двум замечательным людям, приложившим руку к созданию этой великолепной серии файтингов, Эдварду Буну, программисту видеоигр и руководителю компании разработчика, а также Стиву Берану, художественному руководителю и дизайнеру персонажей. В кооперативном режиме Versus Mod выбрав своего бойца, сразу же переходим к выбору арен, там на заднем плане будет играть оригинальный саундтрек из 90-х, а нажав кнопку старт, вы услышите смех самого императора, из все той же первой трилогии. В главе Кунг Лао нам предстоит сразиться с Куан-Чи и Шан Цунгом, незадолго до начала боя Куан-Чи говорит «Пареньку из земного царства не остановить смертоносный альянс». Это пасхальное яйцо отсылает нас к пятой по счету части под точно таким же названием – Mortal Kombat – Смертельный Альянс, в которой тайный заговор, а точнее альянс был также сформирован этими двумя колдунами. «Пареньку из земного царства не остановить смертоносный альянс. В этом мы оба согласны». Присутствует в игре и смена цвета костюмов персонажей. Чтобы перекрасить его, на экране выбора бойца ставим курсор на нужного и нажимаем кнопку «Старт». Откроется меню выбора костюмов, затем для смены цвета подтверждаем выбор также кнопкой «Старт» и любуемся необычной раскраской. Следующий очень интересный секретик – выполнив Бабалити на каждом бойце на аркадной лестнице и пройдя ее с нулевым числом проигрышей, дойдя до боссов, Бабалити будет автоматически выполняться на них, когда мы выигрываем бой. В обычном же поединке этого сделать практически невозможно, а так хочется посмотреть на главных злодеев в роли младенца. Здесь же можно заметить завсегдата этой серии файтингов Дэна Фордена, американского композитора и музыканта, более известна нам по знаменитой фразе «Тости» или по-русски «Поджаренный», которая появилась во время тестирования звука в Mortal Kombat 2 и с тех пор эта фраза прочно закрепилась за композитором. Кстати, в этой части Дэн одет футболку с поджаренным куском хлеба, неплохая такая отсылочка. Идем далее, каждая область возле склепа имеет свой секретный сундук с сокровищами, который даст вам дополнительные 5000 монет, об этом секрете кстати знают немногие. Ключом к месту их тайного нахождения являются зеленые букашки, копошащиеся возле них. Когда мы наводим камеру на это место, нам сразу же предлагается открыть секретный сундук. Ну а теперь давайте я вам покажу подробное их местонахождение. Земли гибели между DL-52 и DL-66. Низина заражения. Переходим к началу области недалеко от реки и следуем вдоль стены. Кровавое болото. В правой части BM-81 под головой на стене. Луга отчаяние в левой части MD-52 рядом с некрополисом. Также здесь еще есть одна неплохая пасхалочка. При открытии могил в районе склепа слышен звук воющего вурдалака. Если подождать всего лишь каких-то 20 минут, то он выскочит на экране и сдав пугающий звук. Очередная такая шуточка от разработчиков в виде скримера. Ну и переходим к 4 секретным персонажам, искусно спрятанным в этой игре. И первый из них это классический Noob Sabot, сразиться с ним можно только на арене собор. Если в начале боя мы видим, что он стоит на заднем плане арены, то выполняем следующие действия. Нам нужно выиграть бой и при этом ни разу не использовать блок. После чего Noob Sabot соизволит сразиться с нами. В бою он будет намного сильнее других ниндзя, так что понадобится некоторая сноровка, чтобы его победить. Следующий секретный персонаж, это классический Смоук. Встретиться лицом к лицу с ним можно в зоне живой лес. Когда мы видим, что он появился из-за дерева, нужно сразу же нажать вниз из селек. И тут же наш противник будет побежден, а серый ниндзя займет его место. Как и в Mortal Kombat 2, Смоук обладает невероятной скоростью и супер ударом цепь скорпиона. Еще один спрятанный боец, это классическая Джейд. Стретить ее можно на зоне пещеры Гора. Чтобы с ней сразиться, нам нужно пройти турнирную лестницу до Шан Цунга, не проиграв ни одного раунда. Затем мы должны одержать чистую победу на Шан Цунгам в двух раундах и сделать ему фаталити, после чего нас перенесут в ту самую пещеру, где мы и сразимся с этим прекрасным созданием. Как и в Mortal Kombat 2, она абсолютно не восприимчива к метательному оружию и выстрелам. Ну и последний секретный боец, это классический рептилия. А встретиться он нам в зоне под названием Яма. Заходим на арену и ждем, чтобы одна из загадочных теней либо в виде Санты Клауса, либо ведьмы пролетела над нашими головами, на фоне освещающей все луны. После этого нужно одержать над противником две чистые победы и в конце использовать на нем фаталити, привязанное к местности. Наш герой скидывает противника вниз на шипы и тут же открывается секретная битва с самим рептилией. Как и оригинальный рептилия, дебютирующий в Ultimate Mortal Kombat 3, он в два раза быстрее и владеет такими супер ударами как цепь скорпиона, ледяной взрыв саб-зира и может становиться невидимым. Так что это очень сильный боец, поэтому желаю вам удачи в сражении с ним. Ну а на сегодня это была последняя пасхалка, кому понравилось мое видео, не забываем поделиться им со своими друзьями, а также поставить под ним лайк. Ну а настоящие поклонники пасхалок, чтобы не пропустить следующие не менее интересные выпуски, подписывайтесь на два моих канала, с игропасхалками и кинопасхалками. И конечно же вступайте в мою группу в ВКонтакте, где тоже очень много интересного, и там мы с вами можем немного пообщаться. Ну а на этом все, до скорой встречи мои дорогие друзья, пока!